Девчонки, всем привет! Сегодня будет очень интересное видео, как мне кажется, для каждой девушки. Я приехала в Face Studio и буду делать желтую... Желтый пилинг, как так называется. Я ни разу не делала, и подписчица в Инстаграме спросила, кто делал. И все сказали, что кто делал вот такая вот процедура. Поэтому мне не сильно страшно, но чуть-чуть страшно, потому что потом кожа вроде бы как облазит. И сейчас мы спросим у Наташе, что это за процедура и вообще ее эффект после. Это ретиноевый пилинг. Он относится к срединным пилингам. Это как срединный? Срединный – это глубина проникновения вещества. Есть поверхностные, срединные и глубокие. Поверхностные – это те пилинги, которые не имеют периода реабилитации, то есть нет шелушения. Срединные – они проникают глубже, до базальной мембраны уже. Там, где делятся наши клеточки, там, где растут наши молодые клеточки красивые. Вот к ним относится ретиноевый пилинг. И глубокие пилинги они делаются в хирургических стационарах. Да, пластическими хирургами или косметологами, которые работают. А для чего? Это чтобы шрамы делаются? Да. Какая я молодец! Самый известный глубокий пилинг – это феноловый. Его использовала еще и в Буфе Армон. У нас ретиноевый пилинг. Он не истинный серединный, потому что он не повреждает кожу. Бояться нечего. Это очень классная молекула. Доказано, что это молекула молодости. Поэтому, Анна, ты будешь лично молодой. Мне девочки написали в инстаграме. Девочки, кстати, спасибо вам. Я знаю, что вы смотрите и там, и тут. Что попа потом будет как... То есть лицо будет как попа-владенца. Да. Кстати, на попу тоже можно идти. Можно, можно. Если вдруг что. Почему как попа-владенца? Потому что ретинол – это витамин А. Это витамин молодости. Кто сам младенец? Что у них самое сладкое и красивое? Попа. Вот, поэтому, да. Попа-владенца. Я вам потом буду показывать, наверное, первый, второй, третий день. Как это все выглядит и какая кожа у меня сейчас будет до и какая она будет после. Вот самое интересное. Поэтому оставайтесь с нами. Мы умываемся. Ой, как приятно. Это и демакияж, и очищение кожи. Почему и? Потому что Анна у нас без макияжа. Да, я... Если есть пакияж на лице, я люблю сначала обработать лицо мицеллярной водичкой или смывкой, а потом еще раз умыть. Если вы обратили внимание, кожу я обрабатывала трижды. Исправила антикспонжей. Одноразово, трижды с антисептиком. Косметолога все должно быть максимально одноразово. Это салфетки. Я достала, ее губылила, больше я ей не пользуюсь. Когда мы работаем с кровью, это касается в большей степени даже докторов, мы больше должны уделить внимание безопасности себе. Потому что пациент имеет право не сказать о каких-либо своих болезнях. Он может не знать. Отъезда нам профессора Яцковская показывает, говорит, вы вот здесь делаете так, тогда губа больше вывернется. Но она красивая так. Да, да, то есть она не видна, все хорошо. Слой идет салициловый пилинг. Зачем? Он разрыхляет поверхностный слой для того, чтобы ретинол попал глубже. Сам ретинол не может никак проникнуть. Это крем. Это особенность этого пилинга. Он кремовый. Поэтому нам нужен первый слой салициловый для того, чтобы клеточки расширить, раздвигать, раздвинуть. Для того, чтобы крем попал глубину. И он пекучий? Чуть-чуть. Для того, чтобы тебе не пекло, я тебе нам покажу зайку. Развлекуха, как в детских поликлиниках. То, то эти, то антистрессовые шарики. Видите, все шикарно. Да, я посмотрю. Закрываешь только глазки, пожалуйста. Дует, как вентилятор, как вентилятор. А то! Держи. Молодая шея. Молодая шея. Да, шею. Обязательно обращайте внимание на шею. Это шея и глаза. Это две зоны по толщине кожи. Они одинаковые. Поэтому все то, что вы наносите на зону вокруг глаз, и когда вы видите уже проблемы в зоне вокруг глаз, пожалуйста, спуститесь чуть-чуть ниже и обратите внимание на шею. Не забывайте про шею. Вот так выглядит пилинг, ретинол, геллоу пилинг. Он в коробочке всегда хранится. Почему? В составе пилинга есть основа. Это витамин С. Витамин С должен храниться в темном виде. Вот так выглядит. Одноразовая ампулка. Темная. Это витамин С и неоцинамид. Тоже отбеливающее средство. Открыла. Нанесла. Дальше я работаю руками. Поэтому. На масло мы с ним похожи. Да, и пахнет. Сейчас Ага почувствует, как он пахнет прекрасно. Аня, больно? Нет. Приятно. А почему называется желтый пилинг? Увидите дальше. Мы нанесли первый слой. Салициловый пилинг. И сверху на него был витамин С с неоцинамидом. Витамин С 10% и 5% неоцинамид. Это те вещества, которые борются с пигментацией. Витамин С является мощным антиоксидантом. Как вы знаете, одна из теорий старения – это аксидантная терапия. Поэтому мы ждем. Амкула впитается. И будет коретчинол. У меня после того, как я забеременела демидом, у меня появилось как бы такое, как пигментное пятно. И оно меня настолько мучило. Ну и помимо него много маленьких. Я не знаю, как с ними бороться. Я пробовала разные кремчики. Но, в принципе, ничего особо так сильно не помогало. И я очень надеюсь на этот пилинг. Потому что вот это пятно. Мне очень хочется, чтобы оно стало светлее. И вообще очень классно, когда ты ходишь без макияжа. И у тебя ровный тон кожи. Веснушки – это все здорово. Но когда ты веснушки, они пигментные пятна. Поэтому я надеюсь. Пилинг. Почему он желтый? Даже сам слота, он у меня такой нежно-желтенький цвет. Смотрите. Лимонный такой. Да. Как мне уже объяснили, лимон – это желтый, но холодный. Холодный. Венечек, смотрите. Он не пахнет. Аня, пахнет нет? Нет, он не пахнет. Он такой жирный-жирный крем. Все. Не печет. Вот так будет происходить процедура. Процедура очень комфортная. Очень. Ее любят. Приятная. Те, кто ранее ходил на процедуры племингов, салициловых, джессмера, они все мне говорят, что все? Да. А где же боль? Боли нет. Девочки, косметолог – это не тот человек, который должен доставлять вам боль. У косметолога вы должны получить удовольствие. Как минимум от результата. Как максимум от процедуры и от результата. Максимальное шелушение будет на третий-пятый день. Все очень индивидуально. Я думаю, что ванной будет где-то на третий-четвертый. В понедельник. В понедельник день тяжелый. Те, кто любят шелушиться дома и не показываться на людях, делают пилинг среду-вечером. Это такое приспособление. Среду-вечером вы делаете, в четверг лицо красивое, натянутое, все. В пятницу еще шелушения нету. И как раз суббота-воскресенье... Отсидка дома. Отсидка дома. Но я же блогер, поэтому мне кофикс. Все смотрите, как я шелушусь. Да. Вы увидите все в подробностях. Так. Ретиноловый пилинг у меня стоит 1600 гривен. Курс состоит из трех-четырех процедур. Промежуток между процедурами три недели. Все зависит от вас, девочки. То есть, если это молодая кожа, она может быть достаточной трех процедур. Если это возрастная пациентка, ей более 50 лет, более 60 лет, у нас более выражена пигментация, морщины, атония кожи, этих процедур может быть четыре. Промежуток между процедурами три недели, потому что наша кожа обновляется каждые 21 день. Это три недели. Мне надо будет повторить, да? Да. С Анной мы будем это повторять. В домашний уход я назначу сыворотку с витамином С для начала и далее посмотрим. Есть желание назначить крем с гидрохимоном, но мы это обсудим. Это что за крем такой? Это вещество, которое блокирует полностью работу меланоцитов. Меланоциты – это клеточки, которые выделяют пигмент. В данном случае Аня хочет избавиться от пигментного пятна, называется мелазма. Мелазма появилась на фоне изменения гормонального фона. Изменение гормонального фона привело к воспалению. Воспаление и есть стартовый механизм пигментации. Поэтому заранее Анна сдавала анализы. Мы проверили уровень витамина D3, который тоже влияет на пигментацию. Он как противовоспалительный витамин. Был назначен минеральный комплекс, богатый витамином С. И если после первого пилинга мы не увидим значительного осветления, я добавлю в уход еще крем фирмы Абаджи. Это американская космецевтика с 4% гидрохиномом. Это отбеливающее средство. В некоторых странах оно запрещено. У нас разрешено, в Америке разрешено. Почему запрещено? Этот препарат может всасываться в кровь. Поэтому я его назначаю девочкам, которые не беременны, не кормят, не собираются беременеть в ближайшее время. Это оно все впитало? Да. Видите? Анна у нас. Сухарик. Сухарик, точно. Простите, не обижаюсь. Ну правда, что ж тут уже? Правда, не обижаются, да? Раньше ретиноловые пилинги имели такой оранжевый цвет. Прямо вот как вот та коробочка оранжевая, можете посмотреть. И пациент от меня выходил с маской оранжевой. Все уезжали на такси. Мы закончили нанесение пилинга. Вот она слегка блестит. Она не красная. Она социально активная остается. Пройдет, ну не знаю, минут 15-20. Останется блеск, но не сильно он уменьшится. И я даю рекомендации. Смываем пилинг в данном случае через 10-12 часов. То есть у нас сейчас 12 часов, грубо говоря, 10-11 часов можно его смыть. Смываем не руками. Я люблю, чтобы пилинг смывали спонжем. Аккуратно, нежно, чистой водичкой просто смыть. Никакими смывками, не специальными, не маслянистыми, ничего. Обычная какая-то нейтральная смывка. Пожалуйста, не нужно кислот добавлять. Это в данном случае неуместно. И далее у нас уход по требованию такой, как у вас есть домашний. Когда мы начинаем добавлять что-либо. На третий-четвертый день, когда начинается шелушение, мы в уход добавляем бепантен, депантенол, декспантенол. То есть тот витамин, который нам выращивает новую кожу. Когда мы его добавляем? Когда начинается чувство стянутости. Когда появляется первое шелушение. Когда у нас будет крупнопластинчатое шелушение. Третий-пятый день. Мы просто прям в виде маски, я люблю бепантенол, крем, не мазь, крем, он более мягкий, наносим на лицо. Если нужно куда-то выйти, можно сделать более толстый слой крема, шелушение не будет заметно, а лицо будет такое ровное. А сегодня после того, как я, получается, спонжиками и водичкой умылась, мне нанести что? Свой крем. Просто свой? Можно, да. Если я это сделала, например, не вею, то тут уже можно. Комфортно тебе? Да, да. Да, можно. Все, отлично. Эту жирную нивею можно использовать в постребалитационный период, когда будет шелушение тоже. Просто не все любят нивею жирную. У меня сухая кожа мне подходит. Подходит. Мы с тобой это уже обсуждали, да, я помню. Подходит. Если синяя нивея вам подходит, вы можете ее использовать. Оставайтесь со мной, я буду показывать каждый день. Ну что, день первый. Я намазалась жирным кремом Нивея в жестяной банке. И пока лицо просто напитанное. И утром я ощутила, ну и в принципе в течение дня тоже чуть-чуть. Знаете, когда вы подгорели на пляже, вот такое вот, ну, легкое, как бы, как жжение. То есть оно терпимое, никакого дискомфорта оно не доставляет, просто вот, как бы, делюсь с вами своими впечатлениями. Посмотрим, что будет дальше. Ну, пока, пока все ок, слегка припухло. И все. Второй. Я только что умылась, но мне была сегодня косметика целый день, потому что я была на работе, у меня была съемка, и поэтому такой толстый слой крема был потом тонального, вот, чтобы лицо не блестело от крема и пудры. И вот сейчас я смыла и обратила внимание, что на второй день у меня возле уголков рта начала чуть-чуть, знаете, как кожа отходить. А так лицо натянутое, и пока все ок. День третий, но сделала глупость. Я намазалась бебантеном, мазью, и не видно теперь. Я начала облазить с подбородка, вот, с губ, потом под носом, чуть-чуть пошли брови. Вот, и в принципе, да, вы начинаете облазить с третьего дня. Но, видите, не могу показать, завтра утром, может быть, сниму уже день четвертый или ближе к вечеру, потому что снимаю по вечерам. Но суть вы поняли. То есть, в принципе, после желтого пилинга два дня у вас кожа натянутая, все ок, на третий начинаете облазить. Ну, опять же, наверное, все индивидуально, у меня так. День четвертый, и смотрите, висит тут такая вот штука. То есть, очень хочется ободрать. Но я помню, что мне говорила Наташа, что, в общем, руки подбиваю, поэтому я ничего не трогаю. Я сейчас аккуратненько, тихонечко умоюсь и дальше намажусь или этим кремом, или этим кремом. Вот этот вот крем, пантенол, он жутко вонючий. День пятый, я продолжаю облазить, но все потихонечку сходит на нет. Вот, по краям остается. Щеки еще пекут, еще горят, то есть молодая кожа, поэтому я мажу бэбантеном. Помогает, реально здорово помогает. И когда вы помыли голову, мучение, потому что лицо все время жирное, волосы становятся жирными, как бы вы их не закалывали. День шестой, сейчас отрезюмирую. Но хотела бы, чтобы вы в комментарии написали мне свои истории. Кто делал, как ваши впечатления, и кто собирается делать, может быть, какие-то есть страхи. В общем, задавайте вопросы. Ну, мне хочется просто обратной связи, потому что для меня это была первая процедура. Она очень такая волнительная, но я осталась довольна результатом. Кстати, я очень рекомендую Наташу. Она меня как-то спасла, вы видели. Мне испортили губы, и Наташа мне их исправила, потому что у меня пошла асимметрия. И, в общем, там жуть была. Честно, не хочу об этом думать, не хочу возвращаться в то время. Но вот она меня спасла. Она не просто косметолог, она доктор, то есть она врач. Они знают те вещи, которые не знают косметологи, потому что они учатся на врачей 5 лет. Так, и еще. Я купила у Наташи именно вот эту вот сыворотку, о которой она говорила, с витамином С. И так как кожа у меня уже облезла на лице, я начала пользоваться. На шее еще продолжает чуть-чуть как бы кожа облазить. То есть шея – это самый финал. Но есть гольфики, и, в принципе, не страшно. Что могу сказать? Результатом довольна. Лицо стало, во-первых, моложе. Кожа стала светлее. Пигментные пятна не ушли, конечно же, но они действительно стали светлее. Очень довольна. Морщины. Морщины есть. Они есть мимические, и они стали не такие глубокие. То есть действительно этот ретиноловый пилинг, желтый пилинг, он, как и говорят, да, то есть он омолаживает. Это правда, и я очень довольна, так что буду делать еще раз. Ставьте пальчики вверх этому видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои видео. Впереди будут интересные. Тоже пьюте такие видео. Уже как бы сняла, буду монтировать. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.